Существует общепринятое заблуждение, что безбарьерная среда создается только для инвалидов. Это совсем не так. В доступности объектов и инфраструктуры нуждается практически каждый третий житель республики. Пенсионеры, малыши, мамы с детскими колясками, послеоперационные, больные и другие людищие возможности передвижения по каким-то причинам ограничены. А ведь у них есть родственники, друзья, которым близки барьерные проблемы, деньги, которые вкладываются в создание безбарьерной среды. Это своеобразный вклад в общее будущее. Ведь никто не молодеет, никто не застрахован от травмы и болезни. Но это, так сказать, лирическое отступление. На заседании облсполкома было не до лирики. Тема важная, актуальная и весьма серьезная. Сделано уже на Брещене в этом плане достаточно много. За три прошедших года 239 объектов получили безбарьерную среду. Из них 202 объекта, включенных в областные мероприятия и 37 сверхпрограммы. Освоено на эти цели 2 миллиарда 624 миллиона рублей. К сожалению, на 19 плановых объектах работа не выполнена. В их числе два административных здания в Каменецком районе, одно и в Ивановском, 12 учреждений здравоохранения по городу Барановичи и областной онкодиспансер. В следующем году в указанных регионах необходимо не только создать безбарьерную среду на объектах 2014 года, но и ликвидировать отставание, которое допущено в текущем. В последние годы в Брестской области многое сделано для повышения качества и уровня жизни инвалидов, других категорий физически ослабленных лиц. Но, безусловно, далеко не все. Эта работа на долгие годы сменится не одно поколение, пока исчезнут последние барьеры. Но одной из главных проблем была и остается приспособленность жилья и объектов инфраструктуры к особенностям людей с ограничениями. К сожалению, по-прежнему многие инвалиды заключены в четырех стенах из-за невозможности преодолеть порог своего дома. Такая вынужденная пассивность убивает в человеке надежду. Обидно, что и новые объекты сдаются неприспособленными к доступу физически ослабленных лиц. Безусловно, максимальное устранение или уменьшение неудобств в собственной квартире, подъезде, во дворе, на улице, в автобусе или в поликлинике – главное условие реализации принципа интеграции инвалидов в общество. Я думаю, уже пришла пора, чтобы вы изучили, внесли предложение именно в таком направлении, чтобы маршрут на движение инвалидов было уже доступным. Маршруты, которые вы обеспечивали для тех людей, которые физически имеют недостаток, именно чтобы он мог, выходя из дома, не с каждого дома, но все-таки центральная какая-то улица, например, или можно взять же, например, улицы, которые есть на Ковалевке, там или на Южном городке, или, например, тут, будем говорить так, вот за железной дорогой. И посмотреть именно, чтобы 2, 3, 4 маршрута в каждом городе соответствовали именно тому, чтобы человек с физическими недостатками мог спокойно добраться до, еще раз повторяю, до больницы, до поликлиники, где-то в школу, где-то, может быть, детские садики и так далее, и так далее. Вот это надо выработать обязательно. Успешно реализуются областные мероприятия в части приспособления жилых комнат, санаторно-курортных организаций для нужд инвалидов, оборудование гостиничных номеров для инвалидов-колясочников, обустройство пешеходных переходов с понижением бордюрного камня, установки звуковых светофоров с отсчетом времени и обозначение стоянок транспортных средств для инвалидов, приобретение низкопольного общественного транспорта, выполнение контрастного обозначения лестничных маршей, строительство пандусов и установки поручней в жилом секторе, выделение возле места проживания земельных участков под гаражи инвалидам заболевания опорно-двигательного аппарата, имеющим в пользовании автомобиль. Следует иметь в виду, создание безбарьерной среды требует не только солидного финансирования и длительного времени, но и готовности общества принять инвалида как равного и желание самого инвалида занимать более активную жизненную позицию. Необходимы дополнительные меры для того, чтобы снять с повестки дня наиболее значимые социальные вопросы. Речь идет не только об обустройстве жилья, но и о свободном перемещении по улицам, о беспрепятственном доступе к объектам социальной транспортной инфраструктуры, обеспечении равной с другими гражданами доступности к различным предоставляемым видам услуг. Это затрагивает смежные сферы – архитектуру, строительство, потребительский рынок, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, здравоохранение и другие. Приходится констатировать, что пока не удалось в полной мере достичь согласованности в работе различных служб, обеспечивающих инвалидов к повседневным услугам. Отвечать за нее будет вместе с председателем гороисполкома, как раз Ксенеевич и все руководители управления комитетом, обе исполкома, которые как раз занимаются этим вопросом. То есть я имею в виду медицина, образование наше, культура, вот эти основные, которые связаны с социальными вопросами. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.